Мне иногда кажется, что это достаточно для любви. Наверное, сегодня я сыграю еще одну сонату. Она требует меньших объяснений, пояснений. Как я говорила, Бетховен открыл эпоху романтизма. Следующая соната будет соната Ференцеллиста. Ференцеллист — это самый яркий представитель романтизма. Это воплощение романтика в музыке. Соната называется «Соната-фантазия по прочтению Данте». Лист много путешествовал. Он, естественно, в качестве концертирующего пианиста, виртуоза. И вот он едет в Италию, естественно, он восхищен Италией, он читает Данте. И вот по следам божественной комедии у него возникает мысль написать вот такую именно сонату-фантазию. И здесь просто достаточно понятная музыка. Вы и так, я думаю, много чего услышите. Но просто идея в том, что это постоянные смены. Ну, как вы помните, да, божественная комедия? Вот автор сопровождения Вергилия идет вот с начала эти девять кругов ада. Чистилище рай. Вот здесь, в принципе, круги ада будут очень сильно слышны. Рай вы тоже услышите. В принципе, здесь постоянная борьба. Но здесь, естественно, нет вот этого четкого следования божественной комедии. Но вы услышите борьбу. Вот она вечная борьба зла, как бы добра со злом. Ну и вот что победит, соответственно. Продолжение следует...